Гораздо хуже с вторым дополнением к квадратичному взаимности. Минус шединица в степени b квадрата минус один, например, и тому число. Я сейчас должен или рассказать вам, так сказать, красиво, ну, довольно красиво, или метабли, отказаться до этого шедения, или довольно естественным образом получается с использованием комплекса шедения. Я совершенно не задумываюсь о том, что это такое. Напишу, что i в квадрате это минус один. Просто потому, что у меня все очень плохо сомнение. То есть надо было бы, конечно, объяснить, что такое присоединение квадратичной эмоциональности и так далее. Но сейчас просто поверьте, что введем такой символ, и каждый раз, когда будем видеть, когда будем видеть круги в квадрате, будем писать минус один. Зачем? А затем, что я сейчас возьму число 1 плюс i и возведу его в квадрат. Ну, что это такое? Это 1 плюс 2i плюс i в квадрате. Хорошо, что лучше, да? Ну, i в квадрате это минус один, поэтому это будет 2i. Замечательно. Ну и что? Когда вы хотите вычислить си минус 2p, то на самом деле вы должны вычислить 2 в степени b минус один пополам. Вот, смотрите, здесь есть двое. Поэтому сейчас надо вот это возвести в степень b минус один пополам. Вот есть у нас такое равенство. Пишу 1 плюс i в степени b минус один пополам. Для того, чтобы все стало хорошо, чтобы у меня получилось здесь не 2i, а 2 в степени пополам. Это было просто. Надо обе части умножить на i в степени b минус один пополам. Легко. i в степени b минус один пополам. Значит, когда этот фунт вносится, то получается минус. Это будет минус 2 в степени b минус один пополам. Хорошо. Теперь, господа, смотрите, какая вещь. У меня здесь, что разведение в п минус первую степень. Это тяжелая штука. Мне очень понятно, как разведить в п минус первую степень. Но, если я сейчас умножу обе части на ай-ти плюс i, то получится совершенно замечательная вещь. Так, поехали. Итак, минус 2 в степени b минус один пополам, умноженное на 1 плюс i. Это то же самое, что i в степени b минус один пополам, умноженное на 1 плюс i в степени b. Умноженное на 1 плюс i в степени b. Отлично. Вот сейчас нужно применить так называемый пиномнинг. Вот такая формула. И вот, если вы хотите, чтобы икс, то есть в степени b минус один пополам, икс в b минус вторую и y в квадрате, плюс и так далее, и так далее, и так далее. И в конце будет y в квадрате. В чем идея? Все коэффициенты, видите, это число сочетаний с P по какому-то там натуральному числу. А это P фактериал разделить на S фактериал P-S фактериал. Если число S больше 0 и меньше P, то вот эти фактериалы делятся на P. Значит, вся часть может быть убрана, если я перейду к сравнению по модулю P. Отлично. Теперь давайте это сделаем. Единственное, я сейчас должен аккуратно написать, чтобы не посчитать. Перехожу к сравнению по модулю P. Сравнимо с числом I в степени P-1 пополамо умножить на 1P. P-1 плюс I в степени P. Это все сравнение выполняется по модулю P. Есть варианты, что делать. Если честно, для того, чтобы не придумывать новое значение, быстрее всего это просто рассмотреть 4 случая. Какой может быть остаток от деления P на 8? Либо 1, либо 3, либо 5. Давайте поймем в таком случае вот это число. Здесь написано P-1 умножить на P плюс 1 и разделить на 8. Когда вы будете вычитать единицу, уже будет делиться на 8, поэтому это плюс 1. Символ должен равняться плюс 1. Здесь тоже самое, когда вы будете прибавлять единицу, уже будет делиться на 8, оно будет множить учет и тоже будет плюс 1. И наоборот, легко понять, что когда вы сюда подставляете, то будут минус единицы. Вот эта число, когда плюс 1, на 8, она устроена так. Значит, нужно доказать в каждом случае, что действительно все так и будет. Давайте посмотрим, например, когда P это 8K плюс 1. Просто подставим, посмотрим. 8K плюс 1. Значит, минус 1 будет 8K, по лампу будет 4K. Отлично. Минус 2 в степени 4K. Ну, это вообще-то просто 2 в степени 4K. Это как раз и есть тот самый символ, который на самом деле вы хотите, да? Который мы... Вы помните по форму Лейнера? 2 по P, это же у нас что такое? Это 2 в степени P-1 по полу. Поэтому, так сказать, настоящая вещь, которую мы хотим узнать, это вот эта вот степень, да? 2 в степени 4K. Вот. Хорошо. Теперь на что домножается? Домножается на 1 плюс 1. Очень хорошо. Сравнимо с чем? И вот в этой степени. Ну, как? Опять. 8K по полу. 4K. И в четвертой степени это единица. Поэтому это исчезает. Когда вы и возбудете в степени 8K плюс 1, и в четвертой это единица. Поэтому это тоже. Получается просто 1 плюс 1. Ну, замечательно. Вот это 1 плюс и, это 1 плюс и. Они сокращаются. Получается, что 2 в степени 4K сравнимо с единицей, по-моему, это. Это в случае это совправильно. Давайте теперь посмотрим, когда 8K плюс 7. Ну, 8K плюс 7 тогда будет так. P минус 1 пополам. Это будет 8K плюс 6 пополам. То есть 4K плюс 3. 4K плюс 3. То есть это будет, на самом деле, минус 1. Вот здесь будет минус 1. Замечательно. Минус 1. Так. Здесь что будет? Здесь будет 1. Здесь будет тоже 1 минус i. Там будет 1 плюс i. Вот здесь будет 1 плюс i. И будет минус 1 в нечеткой степени. И будет минус вот этот вот наш символ лежанга 2 пополам. Замечаете? Минус и минус исчезнут. И нам нужно будет проверить, что когда u умножаешь на 1 минус i, то получается правильно. Вообще да. Когда u на единицу умножаешь, то получаешь i. А i в квадрате с минусом дает как раз ту самую единицу. Все. Вот эти два варианта я уже проверил. Господа, может я даже не могу тратить время на проверку для остальных случаев? Ну вот так же, Вы уже у нас присчитайте сами. Существует.